привет друзья и подруги это продолжение обзоров по сериалу халон джейла уже восьмая серия у нас и на вашу радость сегодня опять чиф я уже заметил что большинству не нравится арка скван хотя прошлую серию я бы советовал кто пропустил посмотреть потому что там интересная тема вот с этой всей духовной инициации в пустыне прямо как в бобби фэти ну давайте вернемся к чифу которого все любят и так напомню напомню в какой он ситуации у нас здесь троянский конь лазутчик и чиф как профессионал как лучший из лучших спартанец должен был сразу пронюхать все это но у него следующая ситуация он не только стал человечным обрел человечность и чувства самое главное он потерял названную мать хелси и потерял узнал что потерял родителей жизнь и вот у него возникает представьте пустота он одиноки теперь теперь нету родной мамы той которая была мамой и он узнает что потерял родителей у него тяга восполнить это и вдруг оказывается что вот эта пленница она супер не просто близко родственная душа вы практически как ну родственники ближайший человек и вот эта информация сразу заполняет вот эту лакуну и пустоту то есть он сейчас ищет родственную душу и вдруг ему говорят на родственная душа да вот пожалуйста единственная в своем роде более того еще и бьется то что и раньше он был немножечко не такой как все и она получается такая же как он прямо идентичная как он то есть в самый нужный момент она попадает в любое другое время он бы ее раскусил сразу же он бы ей не доверял ни секундочки даже будучи уже человеком если бы он испытывал чувства но здесь она пара попала прямо в нужный момент и вот чиф думает теперь он испытывает к ней уже чувство он уже не может к ней относиться как врагу но он размышляет и размышления хоть и наполнены эмоциями но немножечко логичны потому что он рассуждает я же многие годы был слеп я же многие годы до заблуждался это же фанатично следовал тому что мне говорили я смог прозреть раз она устроена так же как я значит несмотря на все годы что это же прочищали мозги она тоже сможет прозреть размышляет он хотя все равно действует он в порыве чувств порыве эмоций и вот он пытается он начинает я пытаться донести информацию начинает пытаться и объяснить что люди это не зло начинает пытаться объяснить почему людей надо спасать это как корбин помните лилу в конце она говорит зачем спасать люди вы сделаете войны она только что посмотрела про войны да такая зачем вас спасать он говорит ради любви и начинает пытаться объяснить ей тогда корбин и целуют ее и здесь чиф также и пытается донести эту информацию что люди в них есть что-то особенное в них есть есть чувство они могут любить и самый лучший пример это позволите испытать чувства и у них секс а она испытала к нему чувства да она начинает понимать что возможно она ошибалась возможно действительно и прочищали мозги и действительно сработало я даже честно говоря удивился я думала надо последнего кремни кремнем будет держаться но нет на нее это произвело мощное впечатление и она снимает вот этот ноготь эта сцена такая страшная достаточно до показывает что она начинает переходить на сторону чифа начинает верить ему что может она заблуждалась действительно но еще не стабильно понимать вот это состояние когда вот 50 на 50 еще ее можно переубедить пока она не уверена но он для нее большой авторитет и сильная любовь и действительно тоже родственная душа пока что очень все опасно и как назло именно в этот момент появляется змей-искуситель в лице хелси бессовестная хелси начинает сразу же искушать ее закидывая вот этот нолановский inception ей идею что люди не такие люди плохие и удалось ведь закинуть хоть и она отторгает ее но мысль она ей закинула и дальше следующие обстоятельства в серии до способствует того что это зерно закинутое да она начнет прорастать и сработает у нее и действительно вот сомнения она закинула плюс нам здесь очень грамотно выстраивают арку охранника это не случайно я потом объясню почему это очень было важно и сценаристы большие молодцы что прописали это при всех минусах сериала я вижу и я понимаю это еще раз говорю я тут не димфирам бы пою что позже мой посмотрите это большое искусство нет я вижу все минусы я вижу все огрехи но где хорошо было прописано то что было надо отметить и вот здесь есть этот охранник который крайне ей не доверяет который очень негативно к ней относится его дали бы ему волю он вот-вот уже готов наброситься на нее это очень важная фигура и пока рядом chief она все-таки еще держится но дальше хелси коварная хелси берет все в свои руки до ее пытаются просто полностью бартануть и когда она это понимает она включает протокол спартанцев и решает что у нее самое большое оружие в руках какого черта кто ее может вообще остановить никто и говорит двум спартанцам у которых еще не отключены чувства до предпринять следующие действия и тут важную роль должна сыграть картана которую как бы в нужный момент должна отключить чифа а у картаны тоже вот у всех героев они живые у всех происходит переосмысление жизни почему интересно за этим наблюдают перри осмыслению картаны тоже она из неживого превращается в живое она превращается в человека и это так интересно смотреть как хелси вроде человек вообще не человек и вот вроде неживое существо как обретает человеческие качества и вот она вот такие ее сомнения это ее нерешительность вот эти ее внутренние переживания мы уже видели не первую серию у картаны да когда она пытается разобраться для себя как вообще правильно есть первого взгляда с первых минут не понравилось вот это хитро сделанность хелси сразу же не понравилось вот эта странная игра но она не знает пока как к этому относиться и вот здесь важное решение и она колеблется и принимает его она поступает как поступил бы человек и это сильно и это доказывает одно чем ты сделаешь более совершенным машину чем ты больше ее наделишь вот этими качествами человеческими тем больше она становится похоже на человека и уже принимать не те логичные выборы которые просто машина выбирает а как бы поступал под человек и она поступает по человечески в нужный момент предупреждает чиф она решает принять его сторону она понимает что эта женщина делает что-то очень неправильно вот что она поняла для себя сильный момент еще раз говорю какой контраст человек который совсем уже не человек совсем уже не человек полное обращение и машина которая становится человеком обретает эти черты лучшие черты человеческие обретает и вовремя она спасает но увы в этой всей суматухи и происходит вот этот момент где он свою родственную душу теряет она идет вроде как предупредить их что чифу грозит опасности все это но попадает в ловушку потому что вот только что расшифрован был голос узнали что это именно она завалила кучу людей на корабле и вот случается тот сценарный самый мощный триггер который должен был сработать это охранник охранник который вот этой палкой он дождался момент и он узнал она наших завалила получи и бьет ее жестоко и случается самая мощная еще разгар представьте она колебалась у нее была задача но она кинула задачу ради чифа поверила ему но хелси закинула ей вот это зерно сомнения горит нее люди не такие а у нее есть воспоминания вы помните это детская самое страшное от которого стали шрамы когда ее истязали вот таким же образом как охранник еще жестче ребенка и у нее вот эта боль этой ярости это воспоминания о людях именно такое осталось и вот сейчас сомнение колебания сейчас можно было весы перетянуть в одну или другую сторону и случается самое худшее что могло триггер включается тот детский просто с ней поступать так же как в детстве и это уже все это уже не вернуть весы качнулись другую сторону на сто процентов она теперь уверилась на сто процентов мысли вы увидели какой там был монтаж показывают на секундочку хелси которые говорит люди не такие как ты думаешь да и потом этот удар детства дают понять что все она теперь закрепилась раз и навсегда уже до конца в мысли что люди нехорошие люди это зло и она не может помогать им вот что случилось великая драма потому что она была вот-вот готова она была вот-вот готова пойти за чифом но вот случается если бы я еще раз говорю охранник поэтому и благодарность сценаристов они же могли поверхностно это просто сделать ну сказали бы так же то же самое могли обойтись без охранник все то же самое было бы только на и на нее напали бы взяли бы ее в наручнике стали арестовать ах ты предательница мы тебя сейчас расстреляем и все было бы то же самое она бы то также дотронулась до артефакта все то же самое но нет не было бы важной детали которая должна была зрителя убедить почему это произошло и в ее голове почему этот механизм повернулся стопроцентно а вот этот охранник это железно объяснила то есть нет вопросов очень грамотный ход хороший сценарист деталям внимательны надо это здесь отметить вот и случился ее выбор случился ее выбор и в конце серии она чифу дает послание она ему дает послание из посланий следует что его то она любит к нему она хорошо относится но она с ним прощается она выбрала сторону и он ничего к сожалению он старается но разорваться он не может и тут надо поговорить о спартанцах и всей этой теме потому что спартанцы тоже смотрите что с ними происходит двое уже и спартанцев обрели человечность остались два других которые следуют кодексу его дали задание и вот дали задание с расправиться с чифом они не обсуждают это но возникает момент когда одному из них точнее женщине до которой надо стрелять и видите она заколебалась несмотря на то что в ней не она не сняла из себя да тут механизм который тормозит эти чувства да она не сняла из себя эту штуку несмотря на это колебания возникли то есть человеческое в ней взяло на пару секунд вверх да она сомневается потому что это их лидер это близкий ей человек и вот просто так завалить ее не может только вот этот который мужик остался черный да вот то только он уверенно бы выстрелил в чифа сто процентов сама сцена драки поставлена как всегда в этом сериале очень хорошо мне нравится как все бои спартанцами сделаны и эти как его они дерутся где-то где тренажерка местная для военных да и как чив кидается блинами все это выглядит здорово и карта на которую нам показали в деле которая подсказывает нас вот она же была сделана чтобы прокачать его вот она ему и помогает нужные минуты тут еще и подскакивает его подруга и они уже вдвоем сопротивляются сама сцена мне понравилось все это битва все драки со спартанцами выглядит круто мощно и кстати говоря нам вот эту подругу кай которая тоже начала испытывать чувство кай 125 нам вначале показывают как она нас пар солдатами такая вытягивает до трос туда что-то тяжелое вешают это очень важная сцена чтобы нам наглядно показать насколько спартанцы сильные то есть ты так приблизительно ну понимаешь они прыгают летают бьют инопланетян но здесь ты вот наглядно увидел а вот настолько они здоровые и сильные да то есть они просто титаны колоссы правда такие олимпийские боги греческие вот это очень важная сцена была показать насколько она сильно ну и она уже живет такой солдатской жизнью человеческой так как с чифом у нее пока отношения нету она просто с людьми с этими спартанцами ей-то неинтересно поэтому action был повороты характеров героев были сразу двоих сразу двоих понимаете и мне понравилось как картана она же назревала мы же наблюдали вот эти пару серий она все время сомневается все вот ей чувствует что и не нравится все что хелси говорит вот ей очень не нравится этой вот финальный момент когда важное решение она решается это так здорово мы понимаем что все она приняла железобетонную сторону очеловечилась это здорово да но увы 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 чиф потерял родственную душу в этой борьбе до в битве и все из-за конечно кого хелси опять хелси понимать самый страшный змей искуситель здесь хелси и здесь вечно эта философия встает которые сегодня есть мы можем во внешнем мире нашей жизни увидеть когда есть люди такие как хелси говорят что вот если мы сейчас не подействуем если мы сейчас не атакуем не сделаем какие-то действия дальше будет большая угроза и мы видим как политики как этот военный темнокожий тоже капитан джейкобс записано у меня до джейкобс говорит да уже достала вот это все понимаешь каждый раз мы оправдываем свои ужасные действия тем что каким-то высшим благом и вот здесь авторы сериала точно стоят на одном на стороне чифа что нет такой вещи как вот ради высшего блага сейчас там перестрелять всех да сейчас там пожертвовать своим компаньоном напарником спартанцам да но ради какого там эфемерного блага высшего авторы настаивают на том что в первую очередь человек должен оставаться человеком и действовать от сердца чувствовать и не переставать и не может он как машина действует и вот опять это все время везде его даже здесь когда спартанцы 5 стреляй в чифа и она замирать вот об этом же речь опять же высшая целью есть им сказали это задание надо выполнять но есть человеческое и вот это гимн человеку человеческому какому-то внутреннему чувству и авторы настаивают что в первую очередь человек должен оставаться человек если он а бесчеловечица утеряет вот это да внутреннее качество дата он становится машиной и уже неважно за что он там боролся что он пытался там спасти о каком благе шла речь это уже неважно он утеряет самое важное вот в чем речь я здесь поддерживаю в этом плане автора фильма мне нравятся вот эти линии я вижу все огрехи вижу минус который в сериале есть но также в сериале есть очень много интересных плюсов и он очень сильно эмоциональный он очень сильно о чувствах о людях а что это говорит о том что герои не плоские не картонные они многогранные они объемные особенно чифта точно у нас здесь понимаете и не только он и за этим всегда интересно наблюдать ну и экшен они нет нет да нам дают поэтому посмотрим чем закончат первый сезон все-таки финал сезона должен должен иметь в себе достаточно большую мощную какую-то батальную сцену и побольше экшена тогда это будет оправданно все разговоры все диалоги все-таки это хала и здесь должен быть потом батальная сцена эпичность какая-то финальной серии я жду ну и конечно интересны все равно человеческие развязки как все это дальше раскрутиться финальной серии что будет очень интересно если вам интересны мои разборы были вы следите вы смотрите сериал не забывайте не поленитесь оставьте комментарий напишите что-то да ставьте лайк кто не подписан подписывайтесь на канал вы были на канале что посмотреть с вами был я гражданин режиссер до скорых встреч пока субтитры сделал DimaTorzok и Продолжение следует...